Объявлен бойкот дизельным мотором. 17 поляков оформили на себя 12 с половиной тысяч авто для братьев-украинцев. Тойота в одной коробке скрестила механику с вариатором. И Хонда с мотором от Тесла пуля, а не машина. Глубокий вдох, выдох, вдох, выдох. Настраиваемся на спокойный выпуск новостей. Больше никаких воспламеняющих что-то там тем и троллинга. Только мир и позитив. Ведь вы на канале с умиротворяющим названием ведро кум. Я выгляжу умиротворенно? В прошлом выпуске мы с вами обсудили, что компания Porsche прекратила выпуск своих последних дизельных моделей. А на этой неделе стало известно, что альянс Fiat Chrysler также сводит на нет производство своих легковых дизельных ведер и к 2022 году завяжет с ними полностью. Причина такая же, как и у всех. Слишком затратно выходит дело дизельные моторы соответствующей нормы. Примерно на 20% дороже, чем ранее. Да и спрос на дизельные машины с каждым годом падает. Поэтому они решили только в качестве опции предлагать дизельные движки для коммерческих автомобилей и пикапов. Подливает масло в огонь, провоцируя и других задуматься об отказе и Федеральный административный суд Германии, который разрешил немецким городам вводить запрет на движение автомобилей с дизельными движками. Властям Штутгарта и Дюссельдорфа уже позволили ограничить движение машин с моторами на тяжелом топливе, соответствующим стандартам Евро-4. А для моторов Евро-5 придется подождать до сентября 2019. К таким же нововведениям готовится и Гамбург. На данный момент в Германии насчитывается около 15 миллионов дизельных машин, из которых только 2,7 миллиона соответствуют нормам Евро-6. То есть более чем 12 миллионов автомобилей в течение ближайших пары лет могут не разрешить въезжать в крупные города страны. А Вольва на фоне этого всего вообще объявила, что прекращает вкладывать деньги в разработку ДВС. Вместо этого марка намерена с 2019 года выпустить для каждой модели минимум две гибридные модификации. Наступают на пятки и электрички. Илон Маск опять в этом выпуске ничего не занес, но стало известно, что в Европе за 2017-й было продано 16 132 литбека Tesla Model S, что на 30% больше, чем годом ранее. То есть в этом сегменте Tesla это лидер рынка. При этом Mercedes-Benz продал 13 359 седанов S-класс, а BMW реализовала 11 735 автомобилей 7-й серии. Кстати, в сегменте кроссоверов тоже лидирует Tesla, та, которая вот эта, продана 12 тысяч машин. Приблизительно столько же было реализовано Каенов, а следом за ним идет BMW X6, который разошелся тиражом в 10 тысяч экземпляров. И еще немного веселой статистики. В Польше зафиксирован рекорд. 17 жителей города Пшемысль зарегистрировали на себя 12 с половиной тысяч автомобилей, которые фактически эксплуатируются в Украине на условиях транзита или временного воза. Пшем они там вообще думают. Пше за мысли у них такие. У правы у польского правительства на них пока нет. Все как бы официально делается, но уже вопрос, как прикрыть эту лавочку, стоит очень остро. Пограничные службы отмечают, что за один час через пункт пропуска проходит примерно 80 автомобилей и 60 из них зарегистрированы на польско-украинских совладельцев. За такие услуги поляки получают от 30 до 150 долларов с машины. Интересно, долго ли к нам еще не лимитировано будут поступать бляшанки? Что вы думаете по этому поводу? А компания Toyota рассказала о своей бесступенчатой трансмиссии Direct Shift CVT, в которой впервые в мире используется стартовая передача. Суть следующая. Классическая ступень с зубчатым приводом применяется на начальном этапе разгона с места. Как говорят компании, это улучшит ускорение и устранит вялые ощущения при работе педалью газа. А далее электроника просто переходит с редуктора на ременной привод вариатора. За плавность переключения отвечает блок управления, разработанный на базе технологий, позаимствованных у автоматических трансмиссий. По их словам, такая система улучшает эффективность ременного привода и расширяет диапазон придаточных чисел. Для Direct Shift CVT этот показатель составляет 7,5. Новая компоновка также позволила уменьшить размер шкифов вариатора и угол конуса, что на 20% сократило время перемещения ремня. Что вы скажете по этому поводу? Пойдет ли такое нововведение? Что будет, если на Honda Accord первого поколения поставить мотор от Tesla? Да все просто, она будет разгоняться как пуля за 2,7 секунды до сотни. Таким занялся один блогер Джимми Билд, и он использовал силовую установку Performance от фирмы HSR Motors. Эта компания специализируется на доработке моторов Tesla. Отдача электродвигателя составляет 543 лошадиные силы и 600 ньютон-метров крутящего момента. А питается агрегат от блока аккумуляторов, позаимствованных у Chevrolet Volt. А я напомню, что у наших друзей АЗК ОКО сейчас проходит акция «Сдай заглушку, выбери жизнь» и продлится она до 4 марта, так что успейте поучаствовать и выиграть свои 20 литров топлива. Конечно же, речь идет о необходимости постоянного использования ремней безопасности. Чтобы принять участие, а ссылку на условия акции я оставлю в описании к этому видео, водители должны принести на АЗК ОКО заглушку для автомобильных ремней и сдать ее на кассе, просканировав свою карточку «Фишка». За период акции, продлится она до 4 марта, среди всех участников будут разыграны 1400 литров топлива. Еженедельно, случайным образом, будут выбраны 10 победителей, которые получат талоны на 20 литров каждый. На этом все, с вами была Наташа, это были… У меня ухо вынесло из шапки, я прям это почувствовала, как оно вырывалось снаружи, они просто у меня там такие уши большие. Я их все время от вас прячу. Справа немного больше, подсказывает мне оператор. Справа, говорит, ухо, это мое лево, да, с вот этого лицо. Справа ухо немного больше, поэтому… На этом все, спасибо за просмотр, с вами была Наташа, это были новости на канале ведро.com. Ставь лайк. Соберись, тряпка. На этом все, спасибо за просмотр, с вами была Наташа, это были новости на канале ведро.com. Если тебе понравилось, ставь лайк, обязательно подпишись на наш канал, если ты еще не подписан, и дерни там за колокольчик внизу, для того, чтобы знать о всех событиях, которые происходят у нас здесь на канале. И также, забегая наперед, еще скажу, что на следующей неделе выпуска новостей не будет, и вы сможете немножко отдохнуть от меня, а я отдохну от вас. На самом деле, мы едем на Женевский автосалон, и оттуда будут разные видеоотчеты, поэтому, если вам интересны какие-то новинки, и вы хотите, чтобы мы их показали, напишите об этом в комментариях. А также, мы отправляемся в путешествие, будем снимать новое ведро шоу, и мы поедем, возможно, вы уже знаете, на новой Mazda CX-5, обзор которой вы можете посмотреть по ссылке, и там в комментариях покреативьте, и придумайте нам каких-нибудь челленджей на дорожку. Спасибо за внимание, всем пока! Глубокий вдох, выдох. Чуть-чуть, я выдохнула, когда думала.